Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как я сделал пьезомикрофон из кристалла сигнетовой соли, а также для чего он нужен. Пьезоэффект был открыт братьями Кюри в 1880 году, которые обнаружили возникновение разности потенциалов в кристалле кварца при механическом воздействии на него. Проще говоря, если под таким природным кристаллом кварца постучать, то с двух граней можно снять небольшое напряжение. С открытием пьезоэффекта уже позже Пьер и Мария Кюри смогли открыть радиоактивность и сконструировать первый в мире прибор для ее измерения. Однако, так как кварц имеет очень низкий коэффициент электромеханической связи, то образующееся напряжение получается крайне незначительным. Поэтому были найдены более эффективные пьезоэлектрики, например, такие как сигнетова соль или же тортат натрия калия, который является более чем в 70 раз более эффективным пьезоэлектриком. Именно это вещество я и выбрал для изготовления самодельного микрофона. Продается сигнетова соль в магазине химореактивов, но ее также можно сделать самому при нейтрализации винной кислоты с помощью поташа, а также гидроксида натрия. Для начала из этой соли нужно вырастить кристалл, от чистоты которого будет зависеть и качество полученного микрофона. Эх, давно я не растил кристаллы, пора вспомнить болвы. Первым этапом в получении кристалла идет создание насыщенного раствора сигнетовой соли. Для этого я отвешу 350 грамм этого вещества, после чего приливаю к нему 230 миллилитров горячей воды. Перемешивать эту смесь можно с помощью магнитной мешалки, что очень удобно. Однако, при растворении сигнетовой соли температура немного падает, поэтому для полного растворения соли я включил нагревание. При достижении температуры в 55 градусов вся соль растворилась. Теперь этот стакан нужно оставить на 12 часов, чтобы из него выпали лишние кристаллы для затравки. На следующий день хорошо видно, что дно стакана обросло довольно крупными кристаллами сигнетовой соли. Я отфильтровал раствор в другую емкость, после чего на дне стакана можно рассмотреть полученные кристаллы. Часть из них имеет помутнение, так как кристаллы росли слишком быстро и в них появились дефекты. При резком остывании выросли кристаллы моноклинной сингонии. Иными словами, их кристаллическая решетка построилась согласно вот такой схеме. Из этой массы для первого опыта я выбрал самый крупный кристалл. Он совсем не идеальный, однако для тестовых опытов вполне подойдет. Для начала я хочу проверить, как этот мутный кристалл будет работать в качестве пьезоэлектрического микрофона. Если механическое воздействие будет приложено перпендикулярно к грани кристалла, то в кристалле возникнет разность потенциалов. Такое напряжение может превратиться в звук, если подключить кристалл к входу микрофона или же к компьютеру. На разных гранях пьезоэффект выражен тоже по-разному. На А-грани он выражен сильнее всего. При постукивании по кристаллу на микрофоне виден сигнал, что является хорошим знаком. Если же свести звук с записью с микрофона, вот что можно услышать. Здесь я также использовал усиление, чтобы вы могли хоть что-то услышать. Отлично! Мне только что удалось сделать примитивный пьезомикрофон. Но все же его чувствительность меня совсем не радует. Поэтому я решил вырастить более качественный монокристалл из сигнетовой соли, чтобы сравнить его свойства с таким дефективным кристаллом из первой пробы. Для этого я выбрал самый чистый и маленький кристалл и привязал его на леску в качестве затравки. После чего подвесил в отфильтрованный заранее раствор. Кроме того, в комнате температура была выше 24 градусов. И это значит, что кристалл будет расти уже в другой сингонии. То есть его форма будет не такой, как на картинке, а уже немного другой. До температуры в 24 градуса сигнетова соль растет в моноклинной сингонии, а уже выше растет в ромбической. В то время, пока там растет кристалл, я решил сделать более качественный пьезомикрофон из обычных пьезоизлучателей из Китая. Чтобы заодно проверить, как же мой кристалл из сигнетовой соли проявить себя в качестве пьезодинамика. В промышленных пьезоизлучателях используется более эффективная и многофункциональная пьезокерамика. Точный состав этой керамики в пьезоизлучателях я не могу сказать, так как конкретно для этих я не нашел, но возможно здесь используется титанат бария или же необат лития. Кстати, такая же керамика используется и в пьезозажигалках для выдачи искры. Если подключить светодиод к такому пьезоизлучателю и постучать по нему пальцам, то в темноте на мгновение светодиод будет загораться, что говорит о довольно сильном напряжении от такого маленького пьезоизлучателя. Такое напряжение, как и с первым кристаллом, можно будет превратить в звук. Для увеличения мощности я параллельно спаял пять таких пьезоизлучателей, после чего склеил их между двумя пластинами из плексигласа. Получилось вполне неплохое устройство, протестировать которое я решил с помощью новых наушников от Aftershocks. Они как раз создают вибрации, которые отлично будут передаваться на микрофон без посторонних шумов. Однако, если подключать самодельный пьезомикрофон к камере, то возникает шум. При подключении джек к выносному микрофону такого не наблюдалось, да и звук был чище. При постукивании по такому самодельному микрофону звук слышен вполне отчетливо. Если приложить наушники к такому микрофону, то музыку можно слышать просто отлично. И если сравнить его со звуком от простого прикладывания наушников к корпусу микрофона, то разницы практически нет. Передаются и басы, и высокие частоты. Я считаю это неплохо для микрофона, который я собрал почти на коленке. Я решил попробовать, как мой микрофон из кристалла сигнетовой соли будет улавливать музыку от таких наушников. На мое удивление, совсем немного звука такой кристалл уловил. Ну, довольно тихо. Но все же он ни в какое сравнение не идет с промышленными пьезоизлучателями. Кстати, если один такой излучатель подключить к усилителю из колонок, а потом соединить с резонатором в виде старой коробки, то такая пищалка сможет выдавать довольно неплохой звук. Здесь уже называется обратный пьезоэффект, когда при подаче напряжения пьезоматериал начинает изменять свои размеры и колебаться согласно переменному напряжению, которое мы и слышим, как музыку. Наушники Aftershock, кстати, также работают по такому принципу. Они становятся слышны как раз после того, как касаются тела, передавая уже звуковые волны дальше к внутреннему уху. В воздухе такие наушники почти не слышно, но как только они касаются контактного микрофона, то звук сразу начинает передаваться через плексиглаз на микрофон. Излучатели в этих наушниках тоже построены на пьезоэффекте, но более мощные, чем те простые пищалки. Также я решил проверить, как мой кристалл сигнетовой соли будет звучать от такого усилителя. Очень странно, но обычным микрофоном я никак не мог уловить никакого звука. Но вот уже при подключении контактного пьезомикрофона, хоть и слабый, но все же какой-то звук я смог уловить. Довольно интересное явление. Ухом также во время записи почти ничего не было слышно. Проводя все эти опыты и в ожидании роста чистого кристалла сигнетовой соли, мне стало интересно, а как же проводят звук и другие среды, например, такие как вода или железо. Давайте разбираться. Для начала немного теории. В колонках, которые работают в том, что мы с вами дышим, всегда стоят такие мембраны, которые создают большую площадь поверхности с воздушной средой. Из-за низкой плотности воздуха он довольно легко сжимается, отчего на создание звуковой волны тратится мало энергии. Однако в несжимаемых средах, например, таких как вода, все состоит иначе. Сейчас я покажу это на одном опыте. Вы уже помните, что если вибрационные наушники держать в воздухе с контактным микрофоном, то практически ничего не слышно, из-за того, что у таких наушников нет диффузора, который бы эффективно передавал звуковой волну по воздуху. Но если такие наушники закатать в вакуумную упаковку и поместить с микрофоном в емкость с водой, то вблизи микрофона звук уже будет слышен гораздо лучше. В воде на создание звуковой волны требуется гораздо больше энергии, чем в воздухе. Однако и движется она гораздо дальше. Именно поэтому дельфины общаются с помощью звуковых волн. Таким образом и получается безвоздушная передача звука, на которой и основан принцип действия наушников Aftershocks. Мне еще стало интересно, как же звук распространяется в еще более плотной среде, а именно в металле, для чего я поехал к железной дороге. И конечно же по дороге я решил протестировать эти наушники. Звук в них довольно неплохой, но что более удобно, так это то, что я слышал все, что меня окружало, так как эти наушники не закрывают уши. Звук передается через кости и без проводов, что очень удобно. А самое главное при езде на велосипеде безопасно. А, ну и из-за меня вы не волнуйтесь, так как эта железная дорога уже давно не используется. Ну а вам я конечно не советую выходить на железную дорогу для таких опытов. После прибытия на место, я решил сначала проверить, на сколько метров будет распространяться звук от не сильного удара молотком о рельсу, на которой лежал такой самодельный микрофон. Один метр. 10 метров 30 На 40 метрах звук уже почти не слышно. Скорее всего это из-за того, что рельсы плотно прикручены к земле через шпалы, отчего большая часть вибраций передается к грунту и гасится. Но если же контактный микрофон прикрепить к более свободной железной конструкции, например к небольшому мосту, то тут уже можно просто погрузиться в мир вибраций. В кинематографе, а также в аудио индустрии контактный микрофон используют для снятия звука с металлических предметов, для создания звуковых эффектов. И все это возможно благодаря пьезоэффекту, который открыли более 100 лет назад. От наушников звук тоже отлично передается через металлические перила забора. Его было слышно примерно за 7 метров, что довольно неплохо. Как вы понимаете, пьезоэффект сегодня это очень полезное явление, на принципе которого работают многие часы, микрофоны, а также множество других устройств. Пока я там проводил опыты на рельсах, мой кристалл постепенно рос. Спустя неделю он стал размером примерно с большой палец, но уже гораздо более чистый и с упорядоченной структурой. Давайте проверим, насколько его пьезоэлектрические свойства отличаются от первоначального, выращенного всего за одну ночь. Если сравнить звук, то кажется, что в монокристалле, который вырастили медленным способом, звук получается немного громче. Однако от наушников звук все равно не так хорошо слышен. Думаю, проблема здесь еще в том, что в помещении сейчас около 29 градусов жары, поэтому пьезоэлектрические свойства кристалла сигнетовой соли и получаются слабее, так как переходная точка кюри у такой соли составляет примерно 24 градуса. Поэтому сейчас везде и используют пьезокерамику вместо сигнетовой соли, так как точка кюри у такой керамики гораздо выше и на нее не особо влияют климатические условия. Опыт с этими кристаллами сигнетовой соли получился довольно интересный. Вы также его можете повторить у себя дома, так как вырастить такие кристаллы довольно легко, они растут очень быстро и в принципе небольшие помутнения не особо влияют на получившийся результат. Ну а всем, кому понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк и если вы не подписаны на канал, то подпишитесь на него. Ну а если вас заинтересовали возможности современных пьезодинамиков, рекомендую посетить сайт Афтершокс, ссылка как всегда в описании. Субтитры сделал DimaTorzok